приветствую друзья меня зовут александр кирилловых и сегодня хочу поднять тему почему я именно я выбрал в сетевом бизнесе направление путешествие итак в интернете очень много сейчас различных предложений по поводу сетевого бизнеса чтобы выбрать каждый выбирать себе свое направление кому-то нравится продукт здоровья кому-то нравятся моющие порошки кому-то нравится косметика посуды и так далее тому подобное каждый выбирает то что ему интересно что что он любит то что он подходит но в любом случае прежде чем строить бизнес вы должны полюбить свой продукт то есть если вы не любите свой продукт если вам не нравится то бизнес они бы не построить как бы вы бы не старались в сетевом маркетинге вообще в арт-бизнесе изменяюсь в сетевом бизнесе вообще идет на первом месте это продукт а дальше уже сами по себе идут деньги и деньги не заставляют долго себя ждать но давайте разберем что такое сетевой бизнес продукт ну во первых для того чтобы строить бизнес вы должны приглашать нормальное отношение и делать товарооборот очень многие говорят то что у нас не надо приглашать у нас и надо делать товарооборот ребят это полный обман это полная туфта извините меня за выражение не верьте этому как бы это ни было вы обязаны приглашать вы обязаны выполнять требования компании и так как делать товарооборот то есть вы по любому то есть ходите в компанию то есть вы приобретаете какой-то определенный пакет на этот пакет вам присылает компания продукт вы начинаете ее пробовать влюбляться если он самом деле хороший и потом уже начинаете предлагать продукт это также как с оздоровительным как моющим с косметикой там с посудой и так далее тому подобное очень большой ассортимент но дальнейшем вы должны то есть первое а вы должны приглашать то есть строить команду второе вы должны делать товарооборот то есть вы должны покупать товар каждый месяц на определенные количество на определенную сумму получается что у вас то есть есть такой товар который просто невозможно употребить за один месяц то есть он такой есть долгосрочный то есть бывает хватает на продукты там на два три пять месяцев и у вас получают есть один выход вернись несколько выходов первое это вы идете либо продавать то есть продавать продукт второе вы начинаете его просто раздавать бесплатно то есть вы начинаете треть свои деньги и третье вы начинаете копить свой склад в целом и не зависимости от того на какой уровень постепенно будете выходить и И сколько вы будете зарабатывать, хоть там тысячу долларов в месяц, пять тысяч, десять тысяч, двадцать тысяч долларов, вы все равно должны каждый месяц приобретать продукт. Вроде бы, по сути дела, по деньгам, вроде бы ничего страшного. У вас есть хороший зарплатный, у вас есть продукт безопасности. Но с другой стороны, куда вам столько этого товара? То есть, опять получается, либо вы продаете, либо вы его раздаете, либо вы копите, создаёте свой склад. Что это очень многих не устраивает? Не устраивает, в первую очередь, это меня. Также, если, допустим, как многие говорят, продукт оздоровительный, это очень полезный продукт, то есть, он очень помогает нашему организму. Я соглашусь, да, есть хороший продукт. Но, опять же, не каждый продукт подходит для нашего организма. Как бы в этом ни спорить. Потому что я уже проверял на себе. То есть, я искал одно время, мне нужно было определённый бат. Я искал для себя. Я очень много в компаниях заходил, то есть, я просто заходил как клиент. И от некоторых просто, извините меня, выражение, то, что меня просто тошнило от некоторых. То есть, организм отвергал. Другой просто мне не помогал. Я нашёл, конечно, я прошёлся по некоторым компаниям, и я нашёл себе продукт, который мне помогает. То есть, про БАДы я не говорю. Возможно, те БАДы, которые не подходят к моему организму, могут подойти к другому организму. И как бы это опять не доказывали люди, то, что наш БАД подходит к любому организму, к любому человеку, опять же, это, извините меня, это враньё. Это я уже проверил. Так вот. Также моющие порошки. Моющие порошки тоже дело хорошее. Но сейчас уже, как бы, начало производство в некоторых уже, как говорится, магазинах. Стали продавать уже более качественные моющие порошки. Единичные. Я не говорю, что везде. Но в некоторых магазинах уже качественные порошки. Также есть качественная косметика. Опять же, также она подходит не ко всем девчонкам. Это, опять же, было проверено моей супруге. И косметика не вся элитная подходит к человеку. Потому что моя супруга пользовалась частью элитной в своё время косметики. И покупала дешёвую. То есть, можно сказать, практически в магазине. Просто ей не подходила элитная косметика. Опять же, отвергал её организм. Поэтому здесь опять идёт на выбор. Но это, опять же, не самое главное. Это можно всё подобрать в компанию и продукты себя по своему организму. Но, опять же, повторяюсь, вы должны делать товарооборот, не имея значения, на каком вы уровне находитесь. На самом низшем, на среднем или на самом высоком уровне. Там бриллиант или ещё какой-то там. У всех разное идёт. Почему же именно я остановился именно в туризме? Во-первых, да, у нас также есть пакет. То есть, вход в пакет. Ну, входящий. Те деньги, которые мы вкладываем, а также они идут в продукт. То есть, путешествия. То есть, мы потом постепенно эти деньги начинаем тратить на свои путешествия. Второе. Да, у нас есть обязаловка. Так же, как во всех компаниях сетевых. То есть, мы должны приглашать, мы должны строить команду, и мы должны делать каждый месяц идёт проплату. То есть, ежемесячный взнос. Ну, все скажут, да, ну вот у вас тоже же есть такое. Мы покупаем продукт, и мы, и вы тоже самое платите ежемесячно. Просто вы деньги платите. Да, мы платим деньги. Но опять же, эти деньги у нас уходят, опять как у вас на продукты покупать, а у нас на решение. Но! У нас компания сделала очень хороший ход. Она просто сказала, что вы всё равно строите команду. Вы всё равно строите бизнес. Вы всё равно приглашаете людей. Пригласив всего четырёх человек, и мы сами за вас будем платить эти деньги. То есть, ежемесячный взнос. То есть, вы не будете платить. Эти деньги будут у вас на ваш 20 депозит, который вы опять сможете их тратить на путешествия. И не в зависимости, на каком я нахожусь уровне, на маленьком уровне. То есть, я пришёл только первый месяц. Пригласил четырёх. Или я пригласил в течение полгода. Или я пригласил в течение года. И я начал зарабатывать деньги большие. Там тысячу, пять тысяч, десять тысяч долларов. Самое главное, что я пригласил четырёх человек. И я пожизненно перестаю платить. У меня нет склада. Я не занимаюсь продажей. То есть, я не торгую ни путёвками, ни продуктом. У меня нет склада продукции. Вот это мне очень понравилось. Вот этот ход очень изумительный. По поводу путешествий. Почему именно путешествия и чем они хороши? Многие скажут, мы тоже можем путешествовать. Наши компании тоже предоставляют какие-то путешествия. Давайте начнём с другого. Для того, чтобы ваша компания предоставила вам какое-то путешествие, она опять предоставит только раз в год, вы должны достигнуть определённого уровня. То есть, грубо говоря, там, ну, высокого уровня вы должны достигнуть. И то, опять же, раз в год, ну, может быть, два раза в год, у вас будет компания вам предоставить какое-то бесплатное путешествие. Но для этого вам нужно пахать, пахать и пахать. Мы можем уже путешествовать и уже тратить свои деньги, которые мы вложили. То есть, делали депозит. Как и с вами пакет. Мы уже их можем тратить в первый же месяц. То есть, мы первый месяц можем ехать. И уже ехать не просто каким-то там клиентом, а мы можем ехать в VIP-клиентом. То есть, получается, что я пришёл в первый месяц или то, что я уже работаю где-то год, я уже на вашем уровне. Я всё равно, мы отдыхаем одинаково. Что тот человек, что тот человек. Партнёрами отсюда. То есть, нет разделения такого. Ты типа там, такой ещё новичок, тебе нифига там отдыхать, ты должен пахать и пахать и пахать. Здесь такого разделения нет. Во-вторых, мы отдыхаем в 4-5 звёздочных отелях. Где готовы уже туры, где готовы уже экскурсии. То есть, полностью всё мероприятие уже исключено. И по цене у нас получается ниже, чем мы просто даже отдыхаем в 2-3 звёздочных отелях. То есть, это большой плюс, извините меня. То есть, мы проплачиваем как за 2-3, а отдыхаем как в 4-5 звёздочных отелях. Я уже был в одном путешествии, вернее, даже не был в одном. Я уже присутствовал в двух странах. То есть, я за этот год, после подключения в компанию, я уже побывал в двух странах. Это в Греции, в Азербайджане. В 5-звёздочных отелях. Ребята, это просто сказка. Кто-то может это не понять. Кто-то скажет, ну, подумаешь, в 5-звёздочном отеле. Я могу и в холст, там подешевле. Но когда человек входит в бизнес, в любой свой бизнес, он должен себя ценить. Пускай в двух звёздочных отелях или в холстах, там ещё ниже, отдыхают те, кто вообще ничего не хочет жить, а просто приехать на пляж, лечь и лежать целыми сутками. Пускай он в холстах живёт, хоть в палатке, ради бога. Но если ты зашёл в сетевой бизнес, ты должен себя ценить на высоком уровне. Ты должен отдыхать только в 4-х и 5-ти звёздочных отелях. Если ты себя не ценишь, зачем ты в сетевой вообще зашёл? Для чего? Заткнуть дырки какие-то? Ну да, заткнёшь ты. Дальше что будешь делать? Сделаешь себе склад из продукции. Если нравится, пожалуйста, входите, планируйте, и складируйте, занимайтесь продажами. Где от вас люди будут шарахаться просто-напросто. Потому что это уже неинтересно людям. Они уже боятся этих людей. Поэтому я именно выбрал путешествие. Я расскажу маленько в двух словах, как я путешествую. Мне очень понравилось в Греции, когда мы приехали. Нас, во-первых, в номере встретил. Нас вообще в рецепшене встретил представитель компании. В номере нас ждал подарочный подарок. Бутылочка вина. Стояли фрукты. Корзиночка фруктов. Это очень приятно, когда вас встречают. В пятизвездочном отеле, в ванной стояло столько всякой косметики, где вы просто... Я не знаю, девчонки, вы, наверное, даже дома столько не имеете, сколько там было предоставлено от самого отеля. Это очень было круто, это очень хорошо. То есть, вообще, это приятно очень. Для нас были предоставлены это море, где чужой, где они заходят. Нам были предоставлены открытые и закрытые бассейны. Это все входило в эту цену. Про завтрак, обед, ужин я уж не буду говорить. Там сельянский ульзив был, сельянский стол. Нам было предоставлено спа-салоны. Нам были предоставлены сауны. Все, практически все, что было. Плюс к этому у нас было готовые экскурсии. То есть, мы даже не задумывались, с чем мы будем заниматься завтра или послезавтра. Для нас была готовая программа. Опять же, где нас встречали либо чашкой кофе, либо чашкой, бокалом шампанского, либо какими-то подарками. То есть, это было очень приятно. По гостинице мы ходили, у нас только было два волшебных слова. Dream trips. И для нас расстевалось и открывались все двери. Вот так должен человек отдыхать. Ну, это вот я про себя рассказал. Теперь, сами ребята, думайте, что вы хотите в своей жизни. Насчет продукции вы можете спокойно регистрироваться в любой сетевой компании и принимать эту продукцию. Сейчас компания, допустим, Amway, это лидер номер один как сетевая компания, вообще, сделала простую хорошую фишку. То есть, вы можете зарегистрироваться просто как клиент, без всяких пакетов и просто приобретать продукцию. Ту, которая вам нравится. никаких обязалок, ничего. Ну, конечно, вы не будете строить бизнес. Также, это уже стали делать и другие компании. То есть, есть графа бизнес и есть графа клиентов. Выбирайте, что вам хотите. Я рассказал то, что я хочу и почему я выбрал именно направление туризм, а не продукт. Если у вас какие-то будут вопросы, может быть, что-то вас заинтересовало по поводу моего предложения, по поводу моей компании. Да, компания называется это World Ventures. Это американская компания, которая уже на рынке 13 лет, которая имеет 39 наград Оскара по туризму. Ни одна компания туристическая не имеет столько наград. даже хваленый Booking имеет всего 7 наград. Наша компания имеет 39. Приглашаю вас, если кому интересно, ну, если кому интересно делать дома склад или ждать когда вы заработаете, никого не приглашая, как многие обещают, и ничего не покупая, ну, может быть, лет через 10 начнете покупать получать какие-то свои там 50-100 долларов, но извините меня, это время пройдет, а оно вам это надо. Пока. Я рад с вами был пообщаться. Всего хорошего. Пока. субтитры пообщаться. Субтитры Продолжение следует...